здравствуйте дорогие одесситы добрый вечер в эфире медиа информ вечерние программы у меня в гостях игорь иосифович школьник доктор человек который много лет занимается здоровьем людей и без успеха но в данном случае мы будем говорить как раз не об успехах а его как бы разочарованиях и о том что какими инновациями у нас может порадовать я так понимаю здравствуйте игорь я так понимаю что вы в своей как бы карьере врача дошли до уровня когда можно было пересмотреть многие позиции тем более связь с кризисом в управлении страной этот кризис серьезно ударил по двум базовым профессиональным группам нашего населения по учителям по педагогам и по врачам и про врачам том что есть получилось что традиционная медицина в силу институциональных изменений перестала работать достаточно эффективно ей перестали верить и люди бросились многие в сектанство возникло очень много вариантов альтернативной медицины то есть которая полезна на определенном каком-то локусе обсматриваться как и как бы периферийные последствия применения без альтернативных методов уже не всякий человек имеет время да и квалификацию да и подготовку интеллектуальную в частности то есть получаешь альтернативная медицина она пришла на развал традиционной медицины но при этом она требует серьезной педагогической и профилактической работы профессиональные профессиональных знаний я согласен с вами полностью но я бы немножко переставил ваши места ваши слова местами сначала люди потеряли доверие и только потом медицина стало хуже это факт с ним поспорить трудно государственная программа должна была быть которая во все былые времена во времена застоя славила врача делала его героем кинолент и так далее то есть врачебная профессия считалась одной из не просто самых гуманных но и самых как бы труднодостижимых очень серьезное обучение мединституте объективно это и сегодня наверно один из самых сложных вузов очень много информации в том числе связаны с биохимией со всякого различия техническими инструментами с фармакологии фармакологии то есть очень много вещей которые очень трудно запоминать и очень быстро забывается кроме того еще и дурно пахнут гайс не только героями называли но и блага давали давайте вспомним до сельскому врачу сразу давали жилье и все необходимое для жизни в общем я помню замечательно фильм по василию аксёнову коллеги который потряс все подрастающее поколение и в медицину пошло сразу много последователей саши зеленина и так далее но сегодня таких фильмов не наблюдается сегодня по моему у нас вообще не наблюдается каких-то фильмов госпрограммы которые бы озадачивали какое-то социальное направление я уже не говорю о медицине смотрите но лично я пришел к этому своими кальтернативной медицине кальтернативной как раз несколько по другому поводу как правило клинически воспитанный доктор он очень трудно может очень сложно отрешиться от взгляда протокола да у вас очень консервативная профессия при этом это очень она привязана к человеку и пока мы на него известно не все она будет в рамках для того чтобы доктор отказался от своей клинической практике и разуверился в не скажем так ли искал что-либо другое я скажу простым языком его должен хорошо шарахнуть самого лично вас не в клиническом опыте совершенно верно каким образом я заболел это банальная история инфекционный полиартрит и это не есть свидетельство вообще говоря не полезности ваших спортивных улице нет 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 это было 22 заболевания ангенами подряд это было в армейское время и это дало осложнение аутоиммунный процесс и инфекционные заболевания суставов поле заболевания тогда мой близкий друг соученик леонид бутенко выписал мне лекарства типа бутадиона по тем временам и риоперина уколы и сказал ну теперь жди я слышу что ждать он говорит ну лет через 10 коляска 12 как повезет не соглашився с этим я тогда стал искать какие-то методы и вы нашли то что под руками было той железные пилюли мне повезло больше я нашел человека который занимался альтернационной медициной совершенно не будучи медиком готовить спасал свою жену а тонко много лет каким образом спасала тонко что он делал я сейчас не могу сказать это было ведь очень очень давно 80 тем не менее спасением а тонко тонко как легендой сейчас интересуются очень многие но это не легенды владелем михайловичем жил на улице гефта четвертом номере на пятом этаже пятиэтажный такой домик и он начал практиковать со мной то есть меня практиковать всем район парка шевченко и правда это парк шевченко улица гефта крайне это было балл и он начал меня кормить по диете шелтона бреда голод закаливание всего лишь голодовка по брагу тоже входило арсенал до 77 дней голода да то есть потом мы пошли дальше по голоду по николаеву короче через год я был здоров в 83 году хочу похвастать тем более у меня есть документ подтверждающий я пробежал 100 километров по местам боевой славы за 13 часов 26 минут с тех пор я просто стал искать все возможные методы не борьбы с болезнью на своем мере а способы поиски помощи организму выздороветь ведь владелем михайлович я не знаю вряд ли жив это было 40 лет назад он же не не боролся против полиартрита он ничего про него не знал мы просто применила общее он применил свои у свой опыт свои знания сказал это не всегда но это не всегда бывает решением да это не всегда помните на прошлой передаче говорил 30 30-40 я попал в эти 30 и как видите все закончилось бы как бы но свой личный пример в данном случае он достаточно опасен то что вам помогло может другого сломать потому что вам помогло мой пример я проверяю обычной в своей практике я подбираю каждому человеку то что лично ему поток потом подойдет но я это уже необходимо милиции опять же единственно конечно но это единственный научный метод так называемый эмпирический или по простому языку эмпера это опыт метод тыка вот и все пробуем получается хорошо надо пробовать профессионально так чтобы не было плохо если получается хорошо дальше и продолжаем не получается ищем следующий метод вот такой эмпирический подход потому что лечить по протоколу ну человек может написать протокол лошади ходить прямо ходить налево ходить направо но зигзагами лошадь не может ходить как человек на блоке традиционной медицины вам пришлось при для этого и своей практике вычеркнуть намертво просто от них отказан нет не могу так сказать базис есть базис он помогает нынешний разгул альтернативной фармакологии когда люди продают те вещи которые не помогают и которые являются суррогатом и не несут за это ответственность это ведь массовое явление насколько совершенно верно но это всегда там было во все времена были люди как в одесе их называют фармазонщики обманщики не знаю но сейчас какой-то неистовый разгул это и когда выяснилось жили не 80 процентов лекарств которые нам продают они нас не лечат когда когда это стало публиковаться и не опровергаться возник серьезнейший кризис потребление медицинских услуг совершенно верно люди просто перестали обращаться к людям белых халатах у нас с вами сегодня не получается дискуссия не наш нечем вам возразить а я на самом деле просто питаюсь плодами и тех зерен которые вы в меня заложили на предыдущий на предыдущий нашей речи вы породили у меня серьезные сомнения в том что я вообще правильно отношусь к людям белых халатах все-таки это профессия внушала мне всегда большое почтение хотя бы в силу того что люди которые получили медицинское образование это очень большие труженики смотрите нельзя так одной расческой или как бы а мулья всех оценивать например есть такое понятие как ургентная медицина разве без нее можно обойтись это та медицина которая экстренно спасается 3 на пул открыли аварийная медицина есть и по-простому аварийной медицины еще купал самолета и разбился и его можно собрать значит его нужно собирать и это очень достойно хирург и достойность но видимо с обилием военных конфликтов по периферии всего этого нашего пространства там еще появилось огромное количество раненых убитых травмированных и том числе травмированных и шалаги неческий опыт вы хотите сказать но этот опыт помогают познавать еще у края украине и израильские врачи потому что у них этот опыт все равно больше они постоянно с этим сталкиваются ну и мы видим вы знакомили с израильской неургентной медицины и сургентной тоже да да в том числе расскажите пожалуйста чем они отличаются от украинской ситуации украинских коллег но смотрите в израиле только страховая медицина есть конечно и часто если ты хочешь вы говорили о двух уровнях да есть два уровня страховой медицины есть две больничные кассы если перевести на наш местный язык то для боль когда бы для бедных и для богатых для бедных которые все-таки как что-то гарантирует и является массово применимым это где-то 300 долларов в месяц нет 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 что вы для бедных оплата больничной кассы купат халим хаквалид народная касса я буду говорить по-русски да обходится где-то порядка 100 120 шекелей это где-то 30 40 долларов в месяц в месяц если все-таки умеешь определенную государственную гарантию и это хороший уровень обслуживания это скажем не палата вип но это не палата шесть коек понятно не только в коридоре и в коридоре тебя никто не положит но и обслужит во время и качественные без всякого хамства как это у нас часто наблюдают все же таки это государство с серьезными социалистическими достижениями однозначно я всегда говорил и удивлялся когда посмотрел что израиль похоже построил социализм это звучит костную смешно на самом деле очень серьезные противоречия между сионистами и социалистами вообще горели тем не менее там социализм можно видеть он есть для людей но он национальный социальный конечно конечно смотрите мы немножечко отвлеклись от общей темы которую я хотел бы сегодня мы не отвлеклись от темы интернативщины альтернативным альтернатива приветствуется так вот давайте с точки зрения даже не совсем альтернативная а клинических знаний базиса и не клинических не неординарных подходов в помощи больным которые на сегодняшний день ну очень актуальна очень животрепещущая тема это не разги дегенеративные болезни или как я их называю синдром я в прошлый раз как бы с грубо говоря это все болезни которые от нервов да но от нервов это странно звучит это трудно перенести на осмысление это заболевание самой нервной системы центральной нервной системы и периферической нервной системы это всем известные название на слуху такие как рассеянный склероз адрена лейкодистрофия например как одно из врожденных заболеваний которые тоже очень серьезная штука но она подается коррекции это такие заболевания как паркинсон болезнь паркинсона или паркинсонизм частичный это заболевание, болезнь Альцгеймера, ужасающе сейчас прогрессирует, старческая деменция и многие другие. А население стареет, и эти болезни выходят на первый план? Дело даже не в старости. Вы знаете, дело, скорее всего, это мое мнение, я, опять же, как в прошлой передаче, не претендую на последнюю инстанцию. Дело в том, что было совершено страшнейшее преступление диетологами и врачами по поводу того, что жир был объявлен врагом. Это длилось больше 30 лет. И в итоге мы получили поголовный коронаросклероз, а без жира, жир ведь не источник склероза. Все эти бесхолестериновые диеты, и чем больше мы давим на холестерин, тем хуже ситуация. Трудно сказать, но диетологи пошли на поводу, хорошо оплачиваемые, скорее всего, нужными людьми. По сей день человечество пьет огромное количество всяких разных разжижителей крови и борьбой с холестерином. Важно разблочение вот этого самого экстаза, связанного с рецептурной медициной. Людям дают рецепт здоровья. Он одно лечит, другое количество. Это не рецепт здоровья. Рецепт здоровья дать невозможно. Это заранее обман. Да, конечно. Можно дать метод выздоровления. Ну, вы понимаете, если вы приходите в магазин, койте пить тапочки, а вам предлагают фуражку, а вы покупаете все-таки тапочки, уходите и не понимаете, вам же нужна была фуражка. Кто виноват? Вы сами виноваты в моей неразборчивости. А в чем проблема? А как же научиться покупать то, что тебе нужно? Не испытывать пиетет ни к одному человеку, которого встречаешь в жизни. Совершенно. Вы понимаете, на самом деле все виноваты. Врачи виноваты? Виноваты. Медицина виновата? Виновата. Государство виновата в первую очередь. Не в этом дело, что делать? А сам больной, сам пациент? Первое. Давайте я не буду ругаться и не хочу быть критиканом. Но кто виноват в болезни человека? Ну, чаще всего природа и общество, но никак не он сам. Социум, его стиль и питание, в том числе и его поведенческие привычки. То есть, то, чем он был воспитан в семье, какой сценарий, взгляд на жизнь ему дали. Какими штампами, стереотипами и правилами общепринятыми он пользуется, не пытаясь это даже осмыслить. Вот та же эпопея с войной с жиром. Ну, погубили людей, сердечных болезней стало еще больше. Даже американский президент, и тот Рузвельт умер, именно потому, что его посадили на бесхолестериновую диету. И он таки получил один импарт, второй импарт. Очевидно, его доктор не был очень знающим, раз они так поступили, ведь это все-таки президент. Но, видимо, это доктор, который умел продать себя. Скорее всего, это так и есть. В этом-то и проблема, что медицина часто сталкивается с рынком, и она на нем живет. И пользуется маркетинговыми приемами. Да, маркетинг и медицина, это такие странные штуки. Ну, тем не менее, это присутствует на рынке, но все равно, я считаю, что человек должен сам думать, он должен научиться думать, он сам себе должен. Никто никому ничего не должен. Вы знаете, огромное количество людей, которых пытаются доверить свои деньги банкам, там сидят профессионалы, выясняется, что это профессионалы по разграблению. Огромное количество людей, которые доверяют свое здоровье врачам, выясняется, что нужно заразбираться в биологии и в медицине самому. Насчет банка. Ребята, только чтобы вышить, нужно получить высшее образование в нескольких слоях. Вы помните, есть анекдот такой, что если у тебя есть пистолет, ты можешь ограбить банк. Если у тебя есть банк, ты можешь ограбить всех. Да, где-то так это получается в этой жизни. Человек должен сам заниматься самообразованием, хотя бы общими базами. Ну, например, человек обязан, сам для себя обязан, но никому ничего не должен. Но обязан знать законы физиологии, законы, которые должны жить его тело. Вы в Израиле пытались работать как врач? Я пытался, но у меня ничего не получилось. Очень жесткая конкуренция. Нет, нет, нет. Там родословно. То есть вы не подошли по национальному составу? По половине национального состава. Я понял. Но это странно, тем не менее. Нет, не странно. Там и квартероны выживают. Правда, не в профессии. Я не хочу сейчас задаваться. Ну, извините, просто интересно. Может быть, телезрителям это тоже не безинтересно. Человек прошел такую практику. Если захотят и придут, я им расскажу. Но вообще, это не телезрительная передача, это моя личная. Хорошо, я понял. Смотрите, я хочу сказать, что, знаете, в последнее время очень модно делить людей на три категории. И я согласен с этим подходом. Есть люди, которые думают, умеют думать, обучены, любят думать, принимать решения и умеют нести ответственность за эти свои поступки. Есть другие люди, которые не хотят думать. Возможно, они умеют. Или не умеют, но могут. Но не думают. Пользуются стандартами, штампами, стереотипами. Вот им подходит такая идея, такая теория. Все их устраивает. Они не напрягаются. И они не принимают своих решений, а идут. И третья категория? Есть третья категория, которые не могут думать, не умеют думать и никогда не будут думать. Здесь возникает вопрос, для чего я это все рассказал? А какой категории мы с вами думаем? А любая классификация, она чрезвычайно интересна самим методом разделения. А какой категории мы сейчас беседуем? А те, кто умеет думать, они сами примут решение, к какой медицине им обратиться, к альтернативной или к классической. Но третья категория, скорее всего, нас уже не смотрят, они по первым словам нашей передачи поняли, что это не их материал. Думаю, что это не наши зрители. Да, вы правы. То есть, речь идет о первых, о вторых. Речь идет больше о второй категории, о людях, которые все-таки что-то ищут и пытаются научиться. Вот это и есть то публика. Так вы своих пациентов в альтернативной медицине не учите думать в первую очередь? И не только думать о том, что они делают и как. Я пытаюсь их научиться смотреть на мир, на себя в нем. То есть, понятие сценарий, понятие психосоматик. А там нет греха рецептурности, нет? Вы не даете им готовые рецепты? Нет. В том числе, если интеллектуальные актрисы не существует. Это работа психоанализа. Я когда-то заканчивал в школу позитивной психологии пизишкиан, поэтому как бы дипломированные специалисты. Немножечко в этом разбираюсь. Если человек не изменит способ мышления, взгляд на жизнь, а главное на себя в ней, то болезнь, та же хроническая болезнь, которую удастся преодолеть способами, которыми я владею, она может вернуться через полгода, год. человек триедин, разум, нервная система и органы, это такая триединая система. То есть, вы воздействуете на крутизну, крутизну кривой, все-таки. Вы просто оттягиваете развязку. Дело человека бессмертной медицины не может, и признавать на это не может, но она может оттянуть или продлить срок его активной эксплуатации. Не скажите. Я всегда стоял на позиции, что я совершенно не отвечаю за количество прожитых лет. Я не про ответственность говорил, я говорил сама идея. А вот за качество, да, готов ответить на любой случай, который... Но судя по вашему внешнему виду, у вас это на себе получилось. Ну, давайте, да, если людям интересно, мне 60 лет, я разменял седьмой десяток, и я занимаюсь по-прежнему своей любимой тяжелой атлетикой, но только для удовольствия. И питаюсь так, как я считаю нужно. Ну, я себя называю малоежкой. Понятно. Но свой вес на вытянутые руки вы поднять можете за один прием, да? Я могу выжать лёжа... Третье юношеские размеры? Лёжа 140 килограмм. Я понял, да. Будучи сам... Имея активный вес, как я понимаю, порядка там 60, да? Ну, и нет, я вешаю 76 килограмм. Ой, ничего себе. Да, это мышцы. Внешность обманчива, я понял, да. Внешность обманчива. Я вешаю 76 килограмм, и плюс-минус так бывает иногда, когда у меня вдруг что-то ударит, я себя чувствую совсем хорошо, я не набираю немножечко 8-10 килограмм мышечной массы, и некоторые это видят. Ну, а потом её прекрасно спускаю. Это нормальный процесс. Но нужно всё делать с умом и никогда не ставить рекорды. Потому что это чревато травмами, это чревато проблемами, я это обычно не рекомендую. Я хотел бы привести несколько примеров по поводу моей личной практики работы с так называемыми проблемами центральной нервной системы. Ну, например, около 10 лет назад ко мне пришёл один больной, трудно сказать, пришёл, он... Его привезли? Едва поднялся. Нет, он сам пришёл, но у меня два порочня в поликлинике, там 14 ступенек, и он достаточно долго, поднимаясь, шаркающей походкой по ступенькам, студом помогая ногам, руками, поднялся и... Ну, знаете, он сказал, как все, доктор, нате, лечите. У него рассеялись. Но это отношение к организму, как у владельца автомобиля, что-то поломалось, возьмите и лейте. Было такое отношение. Сейчас он совершенно другой человек. Я сказал, что это было лет 10 назад. На сегодняшний день этот человек абсолютно спокойно передвигается, женился, хорошо работает, занимается пауэрлифтингом и жмёт лёжа 130 килограмм. Сколько ему лет? 50. Он пришёл где-то около... Но он габаритный мужчина. Нет моего телосложения, может быть, на несколько килограмм больше. Я к чему это рассказал? То, что есть пути, дорожки, которые могут помогать даже при таких так называемых неизлечимых заболеваниях. Что это такое? Как это сделать? Ну, сначала приведу второй пример. Вот свежего пациента. Трудно сказать пациента, но пользователя системы. Консультанты говорят клиентов безустенчиво. Клиентов, да. Назовём её Ольга, допустим. Она пришла ко мне всего лишь 3 месяца назад с диагнозом рассеянный склероз, причём такой обширный рассеянный склероз. Процессы демиеленизации, то есть изъязвления миелиновых оболочек аксонов, то есть нервной ткани, белого вещества мозга по всей коре полушарии, что редко встречается. Они где-то лобно-височные доли. Это, наверное, и выпадение памяти. Да. Это и шаркающая походка, шатающаяся нарушение вестибулярного аппарата. Это не стагм, то есть нарушение способности смотреть координированно. Это и нарушение работы сфинктеров, всех, как и есть. В общем, и кахексия мышечной массы, как мы понимаем, ну, потеря мышечной массы, потеря, что... Смотрите, я практикую с ней всего три месяца, четвёртый месяц. Хорошую динамику, клиническую, подтверждённую медицину, она получит где-то через год, не раньше. Все придут обследования, могут подговорить, что нужно делать обследование через год помощи. Доктор, это, наверное, не очень дешево. Я так понимаю, выдержит ли она ещё финансовую нагрузку? Ну, как вам сказать, пусть беспокоится её супруг. Я могу сказать, что вся её симптоматика уже практически исчезла. Она хорошо ходит, нестагм прошёл, головокружение меньше, и, в общем, чувствует она себя очень удовлетворительно. Это только начало. Я думаю, что если она продолжит этот метод, то её ждёт то же самое, что... Я хочу предупредить наших уважаемых телезрителей, что никакого специального рекламного проекта мы сейчас не реализуем. Это просто обмен мнениями. Человек, который занимается серьёзными вещами, просто обязан иметь серьёзные достижения и о них рассказывать это его право. Совершенно верно. Нет, это не рекламная передача. Я на рекламу... Меня много уговаривают потратить денежки на рекламу, но тогда я как бы... Но я этого не делал. Нет, 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 не вы, что ли. Если я соглашусь на рекламу, за которую нужно платить деньги, я вынужден буду на рынке вложить эти деньги в услуги своим посетителям. Ну, конечно. Это некрасиво, нехорошо. Хотя все так делают, но я так не знаю. Но я думаю, что это всё рано или поздно это приходится делать. Мы живём в формирующейся рыночной экономике и достаточно жёсткой. Все молодые системы являются жёсткими априори. То есть они... Они не допускают демократии. Я ведь до сих пор не делал. И не делаю, и делать не буду. И не страдаю недостатком посетителей. Я понял, да. Если доктор умеет показать, что он умеет делать... Вас можно найти достаточно легко в интернете. Я правильно понимаю? Однозначно. Есть лекции, которые я читал. Все, кого это интересует, без всякой рекламы сообщаем, что доктор-школьники... В Ютубе много лекций. Есть порядка 15 лекций, которые я уже записывал. Нас совершенно разные. Спасибо вам за то, что вы об этом рассказали, чтобы не было подозрений в том, нет, нет, нет. Здесь никакой рекламы и никаких финансовых взаимоотношений у нас с вами нет. Я еще раз это заявляю. Это мой порыв рассказать о себе. Я так понимаю, что в силу старения нашего населения проблем такого рода и техник такого рода будет больше. Совершенно верно. То есть мы живем в стране, в которой количество людей как бы пенсионного или предпенсионного возраста возрастает прямо на глазах. И это как бы демографическая яма одновременно. То есть все это вместе требует безальтернативной и альтернативной медицине как-то меняться. В том числе и менять подготовку к этой профессии. А там достаточно серьезные происходят проблемы в самом мединституте, насколько я понимаю. Там чуть ли не ректора снимают. Что-то такое. Тут много происходит вещей, связанных с потрясением всей медицинской иерархии сверху донизу. Смотрите, я, как в прошлый раз говорил, я в иерархии эти не влажаю. Я себе сам потихонечку работаю, но должен вам сказать, что, как бы вы это объясните попроще, ну, не вам, а о публике. Да. Если в клинической медицине не отменят протоколы, она никогда не изменится. И он уже дебюрократизирует, да? Да. Дебюрократизирует. С этими замечательными словами я заканчиваю нашу программу. В гостях у меня был доктор-школьник Игорь Иосифович, человек, который занимается альтернативной медициной, занимается этим профессионально, занимается много лет с хорошими результатами. Спасибо, что были у нас в гостях. И вам спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова